Бизнес в кризис. Это тема дня. Я на тур. Здравствуйте. В финансовый водоворот попали сейчас даже самые благополучные предприятия. Они останавливают производство, сокращают работников и распродают активы. Но для редакомпании коронавирус оказался настоящей удачей. Например, для производителя антисептиков, медицинских масок и гречки. Сейчас только ленивый не шутит на тему панических настроений покупателей, которые сметают крупы и макароны с магазинных полок. Какие продукты и сегменты бизнеса будут расти в кризис и как нужно менять продуктовые портфели, менять свое поведение. Об этом нам сегодня расскажет Азамат Асинчурин, маркетолог. Азамат, здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли, выбрали время и, слава богу, не закрылись дома, потому что сейчас будет важная очень информация. Для начала хотела спросить, вот то поведение, которое сейчас у нас наблюдается, оно, как мы понимаем, не только в России. Сообщения из всех стран мира буквально приходят, что люди панически затариваются разными продуктами. Это какое-то особое поведение потребителей? Смотрите, вот насколько наблюдается в России, и я непосредственно в мониторе ленты общаюсь с руководителями ритейл-сетей конкретно, у нас это в меньшей степени выражено, потому что у нас с одной стороны накладываются два фактора. Люди уже несколько раз проходили такое, кризисные явления являлись. Единственное, для нас вот такой формат пандемии, это новая вещь, и люди с этого больше паникуют. Но вот этот формат запасаться, для американцев, например, я знаю, прямые мои контакты Америки в Англии, они действительно сметают полок, у них это действительно паника. То есть мы более, наверное, закалены в этом плане. Но и с другой стороны, доходная составляющая, особенно вот сейчас с скачком доллара, она наложилась одновременно, и люди не понимают, может и не стоит тратить последние деньги, а может быть там не последние, на какие-то запасы такие огроменные, и это, возможно, сдерживает вот это там абсолютно тотальное опустошение, как это произошло на Западе. Ну, слава богу, мы ограничились только гречкой и макаронами. А почему вот именно эти продукты выбирают россияне? С чем это связано? Ну, слушайте, мне кажется, это достаточно такая генетическая память, и плюс в этот момент люди обращаются, это, скорее всего, влияние чуть поколения постарше. Постаршего, да. Да, и еще такой момент может сыграть, что не только это тушенка и гречка, наверное, потому что люди обращаются в сторону там долгоиграющих продуктов, которые подлежат там длительному хранению, и потом уже это хранится достаточно долго, в том числе и мыло, и спички, и соль. Что в этой ситуации делать бизнесу? Потому что я так понимаю, что торговые сети, ну, во-первых, они больше всего столкнулись с этим движением, да, коронавирусным, но они, мне кажется, наиболее гибкие в принятии решений, либо их тоже подстерегают какие-то опасности. Ну, смотрите, здесь все-таки надо понимать, что они находят, мы, в принципе, все находимся в одной лодке, нельзя обвинять сети, что они там сейчас на этом наживаются. Вообще они сдерживают очень большой удар и показывают, что у нас вот склады, они заполнены, есть запасы, ребят, то есть не обязательно. Потом есть такие ходы, которые идут навстречу, там, вот тот уже паникерский пакет, они складывают в тележке, пишут цены конкретно. Готовы, да? Потому что люди действительно, там вот есть такое некое социальное дистанцирование, люди не хотят проходить весь круг, они хотят просто взять и выйти. Поэтому здесь сети, они сдерживают. Я думаю, как бы вот эта история, она подтвердится спокойно заполнением полок. И дальше, вот как с банкоматами было, там, снимайте все деньги, банк схлопнется. И когда вот банк, он выдерживает вот эту волну, он, в принципе, вот сейчас сети в такой же ситуации. Если с ним будет все плохо, с нами тоже будет плохо. Поэтому, собственно... Не раскачивайте лодку. Ну, не то, что не раскачивайте лодку. Я думаю, здесь как раз проблем быть не должно. Собственно, они стараются по максимуму. И я думаю, сейчас они просто сдержат некий такой наплыв. Что бы вы дали, какие советы дали бы сейчас бизнесу, который работает, смотрит за этим историями, особенно бизнесу, который в офлайне, да? Которые не могут себе позволить доставку продуктов, которые не могут дистанционно оповестить всех своих клиентов, как теперь меняется их режим работы. Те, которые здесь и сейчас, кофейни, например, рестораны, бары, у них сейчас очень серьезная ситуация. Приходится и кредиты, выплаты по кредитам отсрачивать, да, и какие-то дополнительные меры вводить. Вот что бы вы им посоветовали сделать? Смотрите, я буквально о природе кризиса. Сейчас это не в чистом виде экономический кризис. Это чисто сильно управляемый политический момент, причем не на уровне России. Плюс вот этот элемент пандемии, он наложился на него. Вот скачок доллара плюс вот это социальное дистанцирование. Оно бьет сейчас по бизнесу. Я скажу, вот в трех направлениях, наверное, есть формат там FMCG. Это продукты, которые идут на полке. Здесь, наверное, нужно понимать, что формат потребления, он будет сильно меняться. Вот чисто в потребительской модели люди покупают или большим объемом, или покупают чисто стандартный продукт. Вот стандарт-стандарт, сахар-сахар, но без брендинга, допустим. Или какой-то брендовый продукт. И вот как показывает опыт 2008 года и 2014 года кризиса, модель потребления, она становится как песочные часы. Нижний сегмент, туда сваливается весь средний сегмент. Тот средний сегмент, который может вылезти наверх, вот наверху не схлопывается потребление, и внизу. В любом случае останется какой-то стандартный потребление. Который не туда, не сюда, они действительно цена-качество, мы как-то балансировали, вот это все схлопывается, и нужно точно понимать, от чего лишнего нужно избавляться, и продукты в формат получатся такой же. Плюс вот сейчас вот этот формат социального дистанцирования. Большая доля появляется онлайна. Если вы не представлены в онлайне, не имеете своих каналов продаж именно в таком, вас по сути нету. То есть люди перестают ходить физически, хотя бы какой-то промежуток это продержится. Придумывайте все, что угодно. Есть службы доставки, у которых есть свои портфолио, каталоги, входите туда. Вот что бы я посоветовал в части продуктового портфеля? Однозначно сделайте ранжирование своего портфеля. Если от сильный бренд продвигаете эту ценность, если нету сильного бренда, спускайте, убирайте все лишнее, упрощайте упаковку. В том числе работает такая вещь, как фэм или паки. Вот, например, может, вы видели, есть шампунь с дозатором, а есть просто флоупак, он просто доливается в ту упаковку. И вот такие умные решения в сторону потребителя, это вот где-то идти навстречу. Это будет точно работать. Все форматы онлайн-сервисов, сейчас они на взрыве, это хорошо. Что касательно, вы сказали, кофеин-сервисов. Поймите, что люди сейчас боятся, они будут достаточно долго еще бояться. Долго это сколько? Месяц, два? Это сложно сказать, но такой ощутимый промежуток, точно не один календарный месяц придется сдерживать. До лета, в общем. Не знаю, посмотрим. То есть у нас лето ближе, в Центральной России подальше. Но сделайте формат, то есть вот сейчас развивается такой формат в Москве, Dark Kitchen. Это когда у тебя нет зала, но у тебя есть готовка плюс доставка. Вот этот формат нужно к нему. Это для ресторанов, да? Для ресторанов в том числе придумывать. Например, если это плюс окошки выдачи. Люди готовы покупать из машины, но они боятся заходить внутрь. Большие залы, да. Большие залы. Что может работать в сфере развлечений? Сейчас каждый артист, он придумывает по-своему. На свои мероприятия они, во-первых, запретили, но в любом случае. Например, концерт позволяет там некое количество. Это еще пока не было таких больших запретов. В Москве прошел концерт два раза по 5000 человек. Да, утренник все же посмеялись по этому поводу. Потом, возможно, вместо кинотеатров появится и разовьется, вернется формат автокинотеатр. Что-то подобное креативное нужно будет делать, потому что стандартного продукта уже не будет. Как вы относитесь как маркетолог к бесплатным акциям, которые устроили все интернет-каналы, например, в том числе и сервисы по продаже электронных книг, и аудио, в том числе книг. Это хорошо, это плохо? Как быстро люди к этому привыкнуты? Сложно ли будет вернуть прежние позиции, увести людей на абонентскую плату? Ну, представьте, вот есть пласт людей, которые в принципе на рынке есть. Есть доля людей, которые уже потребляли эти сервисы. Вот сейчас золотое для них время войти туда, в эти сервисы. То есть это реклама, да? Ну, по сути, это некая пробная продажа. И она даже не продажа, а попробуйте наш сервис. Это как раз тот самый момент. Я думаю, они нарастят свою аудиторию. Когда появится оффлайн-сервис, вернутся нормально, они сократятся, но зато достаточно много людей сломают вот этот барьер пробы, регистрации, может быть, рублевые оплаты, оплати рубль. Но так или иначе, люди уже, они соберут аудиторию, мы все попробуем, и реально останется те, кто захочет действительно в долгу употреблять этот сервис. Согласна. В Минпромторге нашей страны сообщили, что ритейлеры России сформировали достаточный запас социально значимых товаров, и продукты есть и будут, отмечают специалисты. Скупать тоннами макароны, крупы и антисептики не нужно. Готова ли российская торговая сеть к повышенному спросу? Об этом спросим у эксперта по телефону. С нами на связи Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компании розничной торговли. Здравствуйте, Илья. Добрый день. На ваш взгляд, как вы прокомментируете эту историю с заполняемостью склада или, например, вообще торговых сетей, которые по России работают? Есть ли проблемы в этом направлении? Проблемы нет, и проблем на самом деле мы не ожидаем. Ажиотажный спрос присутствует в основном в больших городах и на самом деле сконцентрирован в Москве. По магазинам, по торговым точкам, которые расположены по России, такого спроса нет. И на самом деле это очень здорово, что люди не поддаются каким-то слухам и панике и очень разумно подходят к своим покупкам. В любом случае на складах у ритейлеров, в распределительных центрах находится достаточное количество продукции. Запасы по разным категориям достигают где-то 8 недель по существенным категориям тех продовольственных товаров, которые пользуются спросом. Плюс это живые запасы, то есть эти постоянно их пополняют. Так что волноваться, что будет какой-то дефицит, в принципе, не стоит. Илья, скажите... Ни в Москве, ни в регионах. Сегодня сложно менять свои логистические схемы магазинам? Или нет, с этим тоже проблем никаких нет? В больших городах достаточно сложно. Надо понимать, что, как я сказал, снабжение происходит из распределительных центров. Как правило, если это небольшой магазин, у него клад либо отсутствует вообще, либо он очень маленький, там нет возможности держать большой запас продуктов, и продукты буквально с колес, когда заставляются, они выкладываются на полки в торговых залах. В больших магазинах есть собственные склады, но, опять-таки, они ограничены по объему. И в случае с маленькими, и с большими магазинами снабжение происходит в течение всего дня. Соответственно, сейчас ритейлеры делают все, чтобы ускорить доставку продуктов. И по тем категориям, если мы говорим про Москву, это крупы, макароны, средства личной гигиены, у которых есть ажиотажный спрос, пополнить запасы так, чтобы пустые полки не встречались даже в случае каких-то больших распродаж. Спасибо вам большое, Илья, за комментарий. Спасибо. Азамат, очень мало времени у нас остается. Что делать бизнесу мы рассказали, что делать покупателям в этой истории? Смотрите, я все-таки еще раз призову включить такое отношение и не паниковать. Да, потребление будет падать, и вот эти еще моменты катаклизма, они будут такой всероссрочные, они быстро не поменяются. То есть менять свою модель потребления, но, собственно, и относиться к бизнесу в том числе достаточно лояльно, потому что бизнес действительно тоже, он и выкручивается, но он еще вас обслуживает. И в сторону бизнеса тоже хотел бы сказать, что отношение, оно, бизнес, ваши продукты точно должны поменяться, потому что уже потребление поменялось, люди или стремятся к большей безопасности, в том числе на продуктах это нужно отражать, большой объем и так далее. Но закрываются одни двери, открываются другие. Доллар скаканул, возможно, ваш продукт, он застребован за рубежом и окажется с большим преимуществом, всего лишь нужно перевести в упаковку. Поэтому меняться точно придется, лучше меняться впервые, вперед, но точно будет другая возможность. Если говорить о плюсах, самое главное, на ваш взгляд, плюсы какие от этой истории? Ну, слушайте, вот любой кризис, это некое обнуление, где появляются совершенно неожиданные большие игроки. Возможности, да? Да, не просто возможности, не вот этот цитат именно с возможностями конкретно, но точно меняются форматы игроков. Это вот вход и большая возможность для входа в малого, среднего бизнеса, там, где были большие крокодилы, и они не справились, в принципе. Вот, поэтому для бизнеса открываются возможности, и в том числе зарубежные. Вот, с разницей в долларах, тем более, что с такими курсами, это точно есть возможность. Обязательно встретимся с вами через какое-то время, ну, я имею в виду в течение месяца, посмотрим, насколько сбудутся наши прогнозы. Но, честно, я уверена, что все будет хорошо, тем более, наблюдая за той ситуацией, которая в мире происходит, кризис кризисом, а люди стараются друг друга подбадривать, выпускают мемы. Все случится не так плохо, как люди об этом думали. Как планировали изначально, да? Это самое главное. Спасибо вам большое, Азамат, за то, что вы всегда готовы прийти к нам на помощь, рассказать, что на самом деле происходит. Это тема дня, никуда не уходите, через несколько минут вернусь, расскажу, о чем будет через край.